Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ. В студии Анна Лиференко. Сегодня у меня в гостях шеф-повар вегетарианского кафе «Сатва» Дмитрий Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поговорим сегодня о насущной теме для многих, как убедить своих родственников, что вегетарианское питание не опасно. Скажите, Дмитрий, вот вид питания, как стереотип, привитый нам с детства, обуславливает в той или иной степени наше представление о вредности рациона питания. Как Вы считаете, отказ от вредных привычек, от греховного поведения, переход на здоровое питание, здоровый образ жизни, могут ли вообще, в принципе, такие категории быть качественно отрицательными? Ну, естественно, то общество, в котором мы живем, оно нам навязывает какие-то свои стереотипы, свои сложившиеся какие-то системы жизни. И поэтому очень часто бывает, что общество отрицательно относится к прогрессу индивидуального живого существа. Поэтому иногда бывает так, что даже какие-то интересные и правильные устремления, они со стороны бывают испытывают давление всевозможное. Может быть, людям сложно принять, что кто-то становится лучше, чем они? Ну, я не думаю, что такие люди совсем уже жестокие. Но, в принципе, люди очень часто привыкли, что все должны жить так, как они живут. И поэтому, если они видят какое-то разнообразие очень часто, особенно в нашей стране постсоветской, когда достаточно были клишеи, стереотипы жизни людей были достаточно очень в узких рамках. И поэтому, так как сейчас происходит некое культурное, духовное развитие у нас в стране, то, соответствующим образом, люди со старыми стереотипами как-то косо смотрят на нововведение. Это так привычно всегда бывает. Мне еще кажется, есть такой интересный момент, когда люди видели нас, например, до, потом мы становимся лучше, и им сложно поверить в то, что человек искренне стал лучше. Они думают, ну, какая-то блажь очередная, и спекулируют над этим. Ну, естественно, как у любой какой-то идеи существует несколько разных моментов. Некоторые – это мода, некоторые – это какая-то внутренняя духовная насущность, некоторые – связанные с каким-то здоровьем или каким-то интеллектуальным прогрессом. Поэтому не все всегда понимают, что руководствуется человеком, когда он меняет что-то в своей жизни. Достаточно серьезно причем. Теперь давайте поговорим о пищеварении. Больше и разберемся с этой темой. Все-таки скажите, что более подходит человеческому организму, если мы говорим о вегетарианском питании и о его пользе, отлично ли тело человека, например, строение, от строения тела хищника? Что вы думаете? Ну, в целом, если мы рассматриваем идею тела как некий биомеханизм, достаточно очень сложный, и если мы будем рассматривать его внимательно, то мы понимаем, что существует достаточно большая градация развития различных тел. От животных более высокоорганизованных до человека, скажем. Почему человек считается еще царь природы? Потому что как раз в теле человека сосредоточены все самые высшие технологии, которые используются для создания вообще тел, как таковых, на этой планете. Поэтому это самая сложная система, которая работает вообще уникальным способом. И в ней есть элемент, конечно, и идея хищников, присутствует, конечно, некоторое такое начало. Но также присутствует идея хомо сапиенс, это тот человек разумный, который способен управлять не только своими рефлексами, но и управлять своим сознанием для того, чтобы прийти к какому-то более тонкому пониманию пространства, в котором он находится. И поэтому, конечно же, живое существо делает очень часто выбор, кто я, я хищник или человек более высокоразумный. И по большому счету наше тело может справляться как и с животной пищей, но для этого ему нужно больше энергии тратить. Животная пища является по своей природе более тяжелой, она переваривается более сложно, поэтому очень часто человек, который кушает мясные продукты, возможно, животную органику, вот, зашлакованность, интоксикации всевозможные, вот, поэтому мы видим, что могут существовать одинаково и вегетарианцы, и невегетарианцы, поэтому тело устроено таким образом, что оно работает и для этих, и для тех. Вопрос только, насколько ваше сознание хочет, чтобы ваше тело куда двигалось. И насколько вы готовы услышать свое тело и реально понять, что, употребляя животную пищу, тело сложнее с ней справится, мы сразу хотим спать, мы чувствуем себя утомленными и прочее, и прочее. И наше пищеварение работает в разы, ну, скажем, не хуже, просто дольше, что само по себе как бы является положительным. Ну, естественно, да, потому что, например, мясная пища, она так как связана по своей природе с убийством, и живые существа в момент смерти вырабатывают огромное количество адреналина страха, и когда люди едят эту пищу, то вот это адреналина, это химическое вещество, которое находится в тонкой ткани, да, вот этой мясной пищи, оно попадает, ему сначала получается иллюзорный эффект некой бодрости, да, вот это то, что называется, как бы страсть такая сильная. Вот, и на первом этапе это кажется, что он съел что-то такое, типа, бодрящее, да, но потом, когда организм получает огромное количество токсинов и всевозможных там химических грубых соединений, то, естественно, организм, для того, чтобы переварить, ему нужно очень сильно много отдыхать. Поэтому люди, как правило, не вегетарианцы, они дольше спят, вот как вы правильно говорите. А как вы думаете, почему вот только сравнительно, ну, так скажем, недавнее время, хотя еще известный факт, даже Лев Толстой был в какой-то период своей жизни, стал вегетарианцем. Пифагор был вегетарианцем, это достаточно долго, и еще огромное количество можем сейчас назвать людей. Скажем так, распространена эта тенденция здорового питания, здорового образа жизни стала сравнительно недавно, и еще более недавно люди стали замечать положительное влияние растительной пищи на эмоциональное состояние, помимо работы тела. То есть здесь включаются еще эмоции, какой-то фон, вот именно агрессия, о которой вы говорили, фон страсти. Как вы считаете, вот обращение внимания на такого плана тонкие вещи в нашем организме, чем обусловлено? Ну, во-первых, как бы перевод вегетариан, да, веган, как бы это известный перевод, слово, это значит бодрый, здоровый, жизнедеятельная личность. Почему? Потому что, опять же, первое, то, что человек не употребляет мясную тяжелую пищу, у него больше тонкое, тонкое эфирное тело его, оно более восприимчиво к более тонким каким-то энергиям, это первое. Второе, все-таки растения, они находятся под солнцем и впитывают очень много энергии солнца в себя. А энергия солнца, она по своей природе является все-таки такая достаточно бодрая, животворящая. И поэтому, когда человек ест эту энергию, да, скажем так, посредством, которые к нему приходят через различные растения, цветы, плоды, вот, то, естественно, он этой энергией питается, по большому счету. В оригинале, как считается, что йоги, которые достигли более высокого еще результата, они даже и растения не употребляют, потому что они питаются чистой праной, чистой солнечной энергией, энергией воздуха, энергией воды. Но нам еще до этого очень далеко, я так понимаю. А вот интересно, вы шеф-повар целого вегетарианского кафе, у вас все сотрудники вегетарианцы? Ну, у нас обязательно условие, конечно, что все сотрудники у нас вегетарианцы. Скажите, а есть ли, ну, так скажем, вспышки агрессии на работе среди ваших сотрудников? Только по вопросам каких-то глубоких философских каких-то, там, споры бывают. Но в целом, вы можете отметить, что коллектив вегетарианцев – это достаточно мирное скопление людей? Ну, в общем-то, в принципе, да, потому что у меня, конечно, на большой жизни опыт работы в сфере питания. Я, скажем, заканчивал поварское училище в свое время. Мы знаем, что на кухне бывают… Да, на кухне бывают… Я был свидетелем нескольких там страшных событий, да, вплоть до исходящих до летального исхода, потому что люди, конечно, находящиеся в огромной агрессии, у них рука холодное оружие, там, и т.д. и т.п. Плюс часто очень интоксикация, алкоголь, да, очень часто бывает, доходит дело до серьезных каких-то… В обычной кухне? На обычной кухне, да. Я был свидетелем этого много раз. А сейчас такого? Сейчас такого, конечно, уже нет. Могут там поспорить по каким-то философским моментам, но в целом, это люди достаточно дружелюбные, улыбающиеся постоянно. Спасибо, Дмитрий. Давайте вернемся к нашей теме. Все-таки, вот как вы думаете, в чем причина, на ваш взгляд, исторически сложившегося стереотипа полезности питания мясом, рыбой, другими продуктами животных и их жизнедеятельности, в том числе и яйцами убитых животных? В чем причина? Почему многие считают, что, ну, еще наши предки охотились на мамонта и ели мясо? Зачем обусловлено? Ну, во-первых, конечно, мы сейчас говорим, да, вот этот вопрос, он очень сложный, потому что сейчас бытует такая идея современной истории, да, которую, на самом деле, мы уже сейчас понимаем прекрасно. Уже много появилось информации, что современная история, которая, как нам ее преподают, это большая иллюзия. Да, все дело в том, что существуют огромные цивилизации, существовали и существуют… Вы сейчас про мамонта? Нет, про мамонта это вообще было настолько давно, и мы даже не знаем, что это было вообще, да. Ну, его еще рисуют в книжках до сих пор. Да, мамонты их рисуют до сих пор, типа, каковы они были, эти мамонты, и что было происходило параллельно с этими мамонтами, мы практически не знаем, да. Вот, поэтому идея, например, мясоидения в нашей цивилизации, она не так давно появилась, потому что выращивать скот – это достаточно очень тяжелый труд, и люди в основном, как показывает, опять же, история, да, даже современная, что основная масса цивилизации использовала в своей пище больше растительную какую-то пищу использовала. Вот, мясо использовали очень редко, это в основном были охотники, да, скот разводили очень неохотно, только там для молока, потому что это очень тяжелый, и коэффициент полезного действия очень низкий, для того, чтобы там вырастить какое-то количество мяса, нужно выращивать животное несколько лет. Ну, допустим, наши родственники четко убеждены, что некий исторический факт по поводу мамонта и сопутствующих историй – реальная правда, и как же убедить наших близких, что они исторически неверно заблуждаются вот в таком аргументе? Ну, только практика можно попробовать, ну, как бы, да, я вот сам вегетарианец уже 25 лет, у меня дети вегетарианцы все с рождения, и поэтому я всегда часто очень в пример ставлю, как бы, свою семью, да, потому что, когда возникает вопрос, там, дети, еще что-то, да, очень часто, как бы, давят на идею детей, там, да, это очень часто самое такое… Формирование скелета. Скелета, там, да, зубов, там, и т.д., и т.п. Я всегда показываю, вот, у меня дети вегетарианцы с рождения, посмотрите, вот, они абсолютно там здоровые, да, абсолютно крепкие, занимаются спортом. Средний сын у меня уже, у него несколько золотых медалей под аквандо, они живут в Азии сейчас, да, поэтому он такой физически крепкий. Вот, занимаются музыкой, и я вижу, что они за большой легкостью учатся, и параллельно несколько и музыкой занимаются, спортом занимаются, обучаются нескольким языкам. То есть мы можем говорить здесь и об усидчивости, и о способности долгое время концентрироваться, да? Конечно, естественно, да, потому что все-таки, как бы, они едят более благостную пищу, которая не возбуждает так сильно их мозг. Особенно для детей это тоже очень полезно, да, потому что часто очень детей накормят там возбуждающими какими-то там… Котлетками. …едой, котлетками, да, и они бегают, они не знают, что с этими детьми делать. А вообще вы можете сказать, что вот ваши дети, ну, так скажем, послушные и легко дисциплинируются? Ну, вы знаете, здесь, конечно, сложно сказать, что там, ну, дети, дети есть и дети, да, они, как бы, сюда играют, они всегда не поседают, они занимаются, они исследуют мир, поэтому могут причинять какие-то беспокойства в момент этого исследования, да. Но в целом они более покладистые, конечно, в любом случае, вот, потому что у них все-таки вот эта вот идея агрессии внутренняя, она в меньшей степени проявлена. Сейчас очень часто, вот раз уж мы коснулись этой темы, очень часто я при разговоре с мамами маленьких детей слышу такое, что дети, ну, не то, что агрессивные, хотят, ну, не знаю, причинить вред, например, другу или какому-то тоже человеку маленькому, но очень агрессивны в плане каких-то животных. Там это паучки, жучки, бабушки. Они же это едят. То есть они их не то, что едят, они просто калашматят бедных собачек, кошечек. Едят эту энергию, они едят энергию агрессии, едят энергию убийства, это все на тонком плане они воспринимают, потому что я, например, так как я занимаюсь питанием, да, уже много-много лет, да, это у меня вот параллельно две, это там уж шоу-бизнес, да, и питание. Вот, питанием я занимаюсь уже на протяжении, там, 30 лет уже, да, больше 30 лет. Вот, поэтому я так исследую, смотрю, что происходит на рынке вообще, и заметил такую вещь, например, что использование мясных продуктов в детском питании с каждым годом все становится, возраст все меньше и меньше. Если раньше детей начинали прикармливать каким-то мясным питанием, там, скажем, возрасте после года двух, да, скажем так, да, когда ребенок очень часто молоко переставал грудное пить, там, его начинали прикармливать и часто давали там мясной продукт, и раньше это вообще лет с двух было. Считалось, что чем дольше ребенок ест молоко матери, это бывало, там, и несколько лет, да, вот, и прикармливали в основном только молоком, коровьем, там, или какими-то овощами протертыми. То сейчас я заметил, что уже с 3-4 месяцев в детском питании уже появляется мясо, курица, телятина, там, да, какие-то виды. И вот, представляете, дети едят вот эту вот агрессивную среду, они едят ее с самых-самых ранних лет, даже с месяцев самых ранних. Естественно, у них эта энергия скапливается в их сознании, и они становятся агрессивные. Потому что сама идея убийства животных, других живых существ, она у них уже начинает быть заложена на тонком уровне, на тонком, на клеточном уровне. Вот, естественно, они растут, когда они видят это, они становятся хищниками по своей природе фактически, потому что их учат быть уже хищниками. По мышлению своему. По мышлению, да, там, типа, убить, чтобы съесть. И поэтому такие дети, как правило, вырастают уже вот в этой системе. Для того, чтобы что-то получить, чем-то насладиться, надо убить другое живое существо. Да, если раньше просто дети пытались забрать что-то, игрушку какую-то, еще что-то, то сейчас они это делают в форме тяжелого насилия, уже агрессивно. Да, уже лопатки в ход идут. Ну, раньше ведь тоже ели мясо, мы не можем говорить. Ну, в таком количестве, вы же знаете, как бы, да, в таком количестве, как сейчас, просто сейчас цивилизация достигла таких серьезных, очень химических и вот этих вот систем выращивания животных, да, когда просто потоковые методы, да, как машины там, да, как конвейеры. Эти животные бедные, я просто был несколько раз на этих фабриках, это, конечно, ужас вообще, да. Расскажите. Это страшные вещи вообще, на самом деле. Мы готовы, расскажи. Это когда животные стоят в клетках, вообще не могут ходить, у них образуется. Всю жизнь. Всю жизнь, причем, от рождения до момента смерти. Они стоят в клетках, не могут двигаться, потому что территория. И сейчас про коров. Про все, что угодно абсолютно. Коровы, свиньи, куры, там все, что угодно абсолютно, да. Экономят на том, что свет не используют, да, животные в основном, когда, а свет включают только тогда, когда их кормят иногда, да, раз в какое-то время, потому что электричество дорого, да, электричество просто выключают, и животное живет в темноте. Моют его в автомойке, там, ну, в общем, там страшная вообще история, поэтому животные болеют, у них болят ноги, там, тромбофлебит вообще страшнейший вообще, поэтому люди едят это, у них эти кармы, что такое карма, да. Карма – это закон, причинно-следственная связь, это чистая физика. Следствие, действие, противодействие, да. И вот люди вот это все едят, а потом болеют так же. Сердце, ожирение, ноги больные. Почему? Потому что они едят такую пищу, в которой на генетическом уровне уже эти болезни заложены. Вот, хотите вы этого, не хотите, вы это едите, соответствующим образом эти болезни к вам приходят на оклеточном уровне. Вот, и поэтому, так как вся цивилизация на это построена, так, поэтому животных выращивают уже технологическим способом очень быстро. Раньше, ну, корову там, да, представляете, она там живет 30 лет, 40 лет дома, ну, фактически в квартире, потому что корова жила, на зиму забирали ее в дом, да, ее любили, она там считалась членом семьи, там, и, ну, как ее возможно было там убить, там, что-то с ней делать, да, это была редкость, очень большое явление. Рыба, ну, да, рыба какая-то, рыба такая более аморфная субстанция, да, в принципе, вот, там, птиц разводили тоже так недостаточно, потому что это хлопотно, на самом деле, вот, это очень хлопотно, тем более сейчас похолодание все-таки идет, а раньше больше было овощей, фруктов росло везде, везде было достаточное количество, да. То есть вы хотите сказать, что содержание животных, мы находимся в некой иллюзии по поводу того, что эта корова пасется на лугу и ест травку? Ну, конечно, естественно, это очень бывает в редких ситуациях, это могут позволить все только очень, такие, знаете, богатые фермы, которые продают это потом мясо, ну, в три дорого, да, даже в пять раз дороже, это стоит очень дорого, и, на самом деле, это не продается в магазинах, в магазинах продается только пища конвейерная. Это вообще страшная история, там, набита химикатами, она набита страданием животных, вот, например, потом, да, также, да, простой пример для того, чтобы вырастить, там, корову, да, или, там, свинью, там, или кого-то еще, да, который съест, требуется такое колоссальное количество зернобобовых воды и всего, что человеку этого хватает на всю жизнь, да, в принципе. Потом, вот, да, мы сейчас видим, люди настолько привыкли к мясной пище, что они перестают употреблять овощи и фрукты, которые в достаточном изобилии. Простой пример, да, там, у моих знакомых дача, там, 20-30 у них деревьев, да, фруктовых различных, там, груши, яблоки, они не едят, они у них падают на землю, гниют, а едят они мясную пищу, за которую платят деньги, да, представляете, у вас там растет своих, там, 10 видов различных фруктов и овощей, которые, по большому счету, не требуют такого сверхъестественного ухода. Ну, это хорошо растут, у многих ведь не растут, и у многих мало денег, люди идут в недорогие магазины, мы знаем их по именам, буквально по названиям, и покупают там вот именно то мясо, которое подверглось не то, что нормальному выросту, оно выросло в темноте под действием различных гормонов и других препаратов, и говорить о том, что это реально даже мясо, окей, не приходится. Ну, это фактически, да, это такие, знаете, вот фабрики, это фабрики по производству, скажем, какой-то некой биопищи, да. Есть отличный фильм «Земляне», я рекомендую просмотр. Да, хороший фильм, он очень тяжелый, очень жесткий, но реальный на самом деле, да. Вот, и действительно, все дело в том, что современная цивилизация, она зашла в такой уже, как бы такой тупик сознания, да, вот это вот, что люди тратят колоссальное количество денег, огромные средства на мясо-молочную промышленность уходят. Вот, вообще, рентабельность ее очень странная, да, мне кажется, я вообще не понимаю, как там, да, вот я просто взял однажды просто, взвесил там, там, корову, да, например, сколько она весит, да, корова весит столько-то, выбросил из нее сколько то, что есть нельзя, да, там, простите меня, там, кожу, кости, копыта, все остальное, да, там, несъедобные части, да. У вас остается какое-то, там, две-три сотни килограммов этого мяса, уберем идею, там, транспорт, там, перезакупка, перепродажа, да, и остается, производитель получает какие-то, на мой взгляд, это какие-то копейки, да, сколько может стоить, там, 300 килограммов, там, этого мяса, да, ну, сколько там, ну, там, 300-400 долларов, ну, образно говоря, да, если мы берем в рамках какой-то, там, общей промышленности, да, мировой, там, пускай 500. Представляете, сколько нужно затрат потратить для того, чтобы вырастить 500 килограммов мяса. Все остальное, понятно, идет, там, на корм собакам, там, еще куда-то, там, да, допустим, но все равно, это же на основном, мне кажется, что это круто, не рентабельно, это какое-то, значит, какое-то... Зато рентабельно молоко, которое совсем не из молока делается, вот я точно знаю и могу официально заявлять, у меня один знакомый занимался долгое время поставкой сырья на молокозаводы. Я его спросила, скажи мне, друг, сколько молока реально в этом молоке, и он сказал, что 85% это сухой препарат. Да, конечно. Это не имеющий к молоку вообще ничего общего, поэтому оно так долго хранится, поэтому оно не портится. Да, и там канцерогены, всякие разные консерванты, всякие присутствуют. То есть, да, сплошные консерванты даже в молоке, поэтому можно говорить уже не только о вегетарианстве, но и о веганстве, что является формой вегетарианства более, так скажем, строгой. Это люди те, которые не употребляют в пищу вообще никакие продукты животных. Ну да. Вот мы используем в нашем кафе, мы используем продукты чисто молочные, потому что у нас есть наши знакомые фермеры, мы стараемся использовать всякие фермерские продукты, вот. И мы просто понимаем, что за молоко, откуда оно приходит. Например, делаем йогурт свой собственный, да, у нас вот мы стараемся делать все сами, все, что возможно. Мы делаем свой собственный йогурт, у нас йогурт заквашивается за 2 часа. Обычно требуется там среднему молоку, там 6 часов, чтобы эта бактерия начала жить и развиваться. У нас за 2 часа уже наша бактерия за 2 часа молочко съедает, и получается йогурт высочайшего качества, плотный, хороший. Это говорит о качестве вообще молока, потому что иногда бывает часто, простое молоко пакетированное, его даже невозможно заквасить, потому что она превращается в какую-то слизистую жижу такую, да, типа, поэтому, естественно, конечно, это сложно, да. Вот, веганство очень хорошая система, и тут, конечно же, надо все-таки понимать, что современная цивилизация, производство пищи коснулось не только мяса, но и коснулось еще и овощей, конечно, в любом случае. Вот, поэтому здесь тоже нужно быть очень внимательным. Вообще, идея вегетарианства, она, это идея пищи сознания, когда вы пытаетесь думать, что вы едите. Не просто есть все подряд, да, как пылесос, там, что вижу, то и ем, типа, да, а просто понимать, что я ем, зачем я это ем. Потому что очень часто бывает, пища, она приносит не позитивный результат, а негативный. Если вы едите огромное количество всяких там химических веществ, да, это то же самое, что вы с утра встанете, там, да, порошков себе насыпите разных, стиральных того-всего, в миску зальете водой и съедите. Иногда это очень часто бывает так. Ну, вот такой есть миф, например, что фрукты и овощи должны пахнуть. Ну, по сути, как мы их можем выбрать на рынке? По запаху, конечно. Это правда? Да, действительно, как бы, например, да, вот сегодня как раз у меня был разговор с моим приятелем, это, скажем так, управляющей сети ресторанов Джаганат, мы с ним, как бы, решали вопрос о том, как минимализировать расходы закупок и где найти овощи более хорошего качества. Вот, действительно, мы сегодня говорили о том, что бывает часто кабачок и баклажан, его режешь, пожарил, по вкусу одно и то же, да, потому что очень часто бывает, что плохого качества все. Вот, поэтому мы стараемся находить все-таки больше каких-то людей-фермеров, которые сами выращивают эти продукты, ответственны за них таким-то образом. Есть фермерские хозяйства неплохие, есть совхозы до сих пор, колхозы неплохие, которые выращивают хорошие продукты. Вот, ну, естественно, гидропоника, конечно, это тоже, да, такая тяжелая история. Мы должны заметить, что все-таки рынок сейчас вегетарианских кафе не настолько насыщен и наполнен, чтобы, как бы, люди могли сказать о том, что это тоже некий конвейер. Все-таки вегетарианских кафе сравнительно мало в городе. Ну да, конечно. И, конечно же, здорово, что вы, владельцы, стараются использовать натуральные продукты. Мы всячески желаем вам удачи, успехов в этом нелегком пути. Спасибо большое, да, это нелегкий путь. Да, нелегкий и сложный путь. Но спасибо, что вы думаете о здоровье ваших клиентов. Это важно. Все-таки давайте поговорим о тех продуктах, которые полезны для нас. Коснемся мифа о незаменимых белках, незаменимых вот этих вот всех кислотах, аминокислотах, что тоже также очень многие наши близкие думают, что все-таки в мясе есть что-то, чего нет нигде. Вот все-таки давайте. Ну, это глобальный миф. Во-первых, первая идея заключается в том, что однажды, путешествуя в Индии, я разговаривал с одним доктором, который занимается питанием очень сильно. Это специалисты очень серьезные по аюрведическому питанию непосредственно. Потому что мы знаем, что аюрведа – это огромная часть огромных ведических знаний. Что такое ведические знания? Это знания, собранные многими поколениями различных людей. Считается, что часть знаний пришла с других планет, от более высоких цивилизаций. Но так или иначе, когда я с ним разговаривал тоже об этой теме, он сказал, что организм – это большая-большая фабрика, которая способна вырабатывать совершенно уникальные химические соединения, которые нужны телу нашему. Бывает так, что организм с внешней стороны не получает каких-то ингредиентов. И тогда эти ингредиенты организм начинает вырабатывать сам. У него есть достаточно мощные ресурсы. И когда аминокислоты, организм начинает вырабатывать сам, подстраивается под среду, под какую-то. Поэтому о том, что в мясе есть что-то, нечто, чего нету, например, в овощах, это, конечно, огромная иллюзия. Ну и, например, да, опять же, я ставлю в пример, в первую очередь, себя, свою семью. Это самая близкая для меня ситуация. Я 25 лет вегетарианец. Если бы фактически мне что-то было бы нужно, я не получал, я в конце концов умер бы давно уже, понимаете. Ну и вообще нужно заметить, что миллиард людей на планете придерживаются вегетарианского питания. И многие женщины, многие, так скажем, не побоюсь этой цифры, миллионы женщин уже родили детей, не прибегнув к мясной пище ни во время беременности, ни вот как, например, ваша супруга и после рождения детей. И все-таки, правда, говорить о незаменимости не приходится. Ну, конечно, да, я так говорю. Это вот для меня личный опыт. А во-вторых, естественно, мы просто понимаем действительно, что на планете уже, я думаю, что уже больше миллиарда, наверное, вегетарианцев. Потому что в вегетарианстве уже люди стали, открылось много всевозможной информации, люди стали пытаться как-то развиваться духовно, интеллектуально. И я знаю, что огромное количество людей, не связанных ни с религией, ни с какими-то там еще идеями, они становятся вегетарианцами, потому что это полезно, на самом деле. Это полезно для организма, полезно для здоровья, полезно для интеллекта. Поэтому, естественно, я вижу, что эти люди уже вегетарианцы долгие-долгие годы, да, просто вот обыкновенный пример. Мне кажется, людям просто удобно оправдывать свои греховные привычки, вообще просто свои привычки, вот какими-то мифами где-то прочитанными. Но в целом, если задуматься, если посмотреть на опыт многочисленных людей, на их здоровье, на то, как они выглядят, ведь не зря даже голливудские звезды и все певцы сейчас самые популярные, самых разных возрастов. Вот даже вот 25-летняя одна очень популярная певица сейчас стала вегетарианкой, узнав о своей беременности. То есть люди реально, как вы правильно говорите, получая новую информацию, все-таки к ней прислушиваются. Это что? Это разум? Это разум, да, потому что, например, давление общества ослабло уже в мире, в принципе, относительно вегетарианцев, потому что раньше считалось как раз, что вегетарианство – это тяжелое психическое заболевание. И не только в нашей стране, но и вообще везде, во всем мире. В нашей стране вообще было жестко до 80-какого-то года была статья о том, что вегетарианство – это приравнится к членам вредительства. У людей, которые были вегетарианцами, их могли, в принципе, посойти в психическую больницу и вообще в тюрьму, в принципе, даже. Сейчас такого давления нету, поэтому у людей появилась возможность более разумно подходить к своему питанию. И вегетарианцы, конечно, огромный сейчас уже пласт населения. Вот смотрите, этот пласт населения, выбирая для себя такой все-таки режим жизни, скажем так, немножко отличный от некого стадного такого поведения, становится объектом для усмешек, для укоров каких-то из высказываний. Вот что вы посоветуете из личного опыта, может быть, из опыта общения с различными вегетарианцами? Как человеку уберечься от подобных нападок? И стоит ли всем и каждому доказывать свою, например, аргументированную точку зрения, свое поведение, и не тратит ли в этом случае человек какое-то избыточное количество энергии на все это? Как правильнее себя вести? Ну, вы знаете, как-то вначале еще было немножко тяжеловато, потому что это была такая новизна, и люди, когда прислали вегетарианство, они вообще не понимали, о чем у них речь, люди не понимали даже, что ты ешь там вообще, почему это происходит. Сейчас как бы идеи вегетарианства уже в обществе достаточно развиты, поэтому редко возникают вопросы, люди понимают, ну да, ну вегетарианец, он там, что-то у него там, да, там, какие-то свои глюки. Вот, хотя на самом деле сейчас уже действительно в цивилизации там наши столько много вегетарианцев, что в том обществе, в котором, например, я общаюсь, да, это в основном там творческие люди, люди там занимающиеся различными духовными практиками, среди них вегетарианства уже, мне кажется, больше, да, сейчас уже идеи вегетарианства наоборот уже сейчас, да, появляются там, что вы до сих пор еще мясо едите, да, как-то, вы еще мясо едите до сих пор. Вот, и уже в другую сторону начинается перевес, по крайней мере, в каких-то интеллектуальных слоях, да. Вот, люди, которые живут, скажем, в более каком-то грубом пространстве, для них вообще идея вегетарианства, она просто непонятна, как таковая. Вот скажите сразу здесь, зависит ли это пространство, в котором живет человек, от его дохода? То есть можем ли мы здесь говорить, что, ну, из серии я немного получаю, не могу себе позволить хорошего качества овощи и фрукты, но могу себе позволить мясо? То есть есть ли какая-то зависимость от денег? Нет, никакой зависимости от денег совершенно нету, потому что, на самом деле, я являюсь таким достаточно старым пропаганистом вегетарианского питания, да, потому что одна из причин того, что люди как раз говорят, что мало денег, вот, и очень часто меня приглашают как раз проводить различные семинары, как небольшим количеством средств, да, поддерживать вегетарианское питание в семье, например, да, вот, и я прекрасно понимаю о том, что есть огромное количество, там, и зернобобовые, орехи, которые, кстати говоря, более качественные, чем мясная пища по своей природе, да, потому что, так или иначе, это все очень часто дикорастущие какие-то вещи, там, да, вот, и поэтому люди, во-первых, люди-вегетарианцы, они едят, как бы, меньше, да, они могут, казалось бы, ну, объем, да, какой-то, может быть, это, там, салат, он такой более воздушный, там, орешки, еще что-то, но эта пища более продуктивная, потому что усваиваемость этих продуктов, она близка практически к 100%, поэтому человек съел, например, там, 500 граммов еды, да, какой-то, скажем, да, в течение дня, эти 500 граммов еды у него усвоились, а человек съел 500 граммов мяса, у него усвоилось, там, 50 граммов, а 450, как бы, вышло в другой форме, понимаете, это нерентабельно даже, по вашему счету. Вот здесь очень многие скажут, что, например, мужчины, что я не наедаюсь, условно говоря, тяжелый физический труд на работе, я вот, если мясо не поем, я не доедаюсь, что вы думаете? Зернобобовые продукты тогда, тогда лучше есть зернобобовые продукты в большем количестве, да, опять же, орехи какую-то более такую белковую, белково-насыщенную пищу использовать, опять же, например, если мы возьмем какие-то, там, хорошие формы зернобобовых, там, мы не берем, там, наш горох, потому что он не очень качественный, да, один из самых некачественных зернобобовых продуктов, а если мы возьмем хорошую фасоль, там, дал индийский, да, хороший, у них практически, там, 95-100% усваивности белка, там, плюс орехи какие-то съели, вы белок получили, просто организму, конечно, нужно какое-то время перестроиться, все-таки нужно для этого сделать. Желудок сильно раздутый, да, посмотри, сейчас мужчины ходят такие, да, огромные, почему? Вы, кстати, в отличной форме. Спасибо. Вот, просто потому почему? Потому что едят очень много пищи, что такое жир, например, да, жир – это отложение всевозможных шлаков, заслаковывание организма, чем человек толще, это значит, что у него огромное количество шлаков, плюс растянуты все брюшные мышцы, растянутый сам желудок растянутый, конечно, если он туда вот огромную кастрюлю кинул, маленькое количество какой-то пищи, конечно, ему кажется, что он голодный, он туда добивает еще, он ест, пока не почувствует чувство сытости, когда он чувствует сытости, он начинает ее переваривать. Но здесь мы можем говорить о просто неосознанности этого момента, то есть человек – привычка. Привычка, да, это просто дело привычки, поэтому если человек потихонечку осознанно начинает переходить на другую пищу, то со временем, конечно, понадобится, может быть, там не один месяц, да, но в принципе результат потом, конечно, обнадеживает, потому что мы знаем, что вегетарианцы, конечно, меньше болеют, и сердечно-сосудистые заболевания, и желудочно-кишечного тракта, и, в общем, мозговые функции по-другому работают, поэтому, конечно, если люди пытаются заботиться о своем здоровье, допустим даже, пускай они не заботятся о здоровье других живых существ, которые они едят, но заботятся хотя бы о своем здоровье для начала, да, потому что есть вот там «полюби себя, да, как бы сначала, а потом пытайся любить других». Вот, если человек начинает любить себя, свое тело, свое сознание, свое состояние, и он начинает переходить на вегетарианскую пищу, то ему обязательно это потом вернется какими-то позитивными, да, я, например, смотрю на свое, мать, например, она, ввиду того, что вся семья вегетарианцы, да, она вынуждена, как бы сначала стать, была вегетарианка, так потихоньку, не спеша, но, тьфу, она взрослая, достаточно женщина, и она находится в полном здравом уме, и ведет все, хотя там ей уже там далеко за 70, уже ближе к 80, я смотрю на ее сверстниц, я вижу просто огромную разницу. Ну вот, кстати, не вредно, например, в таком почтенном возрасте менять пищевой стереотип? Не вредно, не вредно, единственное, что, знаете, как все, да, вот переход, например, мы в другую страну приехали, да, там другая вода, другой климат и все, и организму требуется какое-то время, естественно, чем старше человек, тем ему дольше времени, и еще проблема в том, что, к сожалению, очень многие люди, когда переходят на вегетарианство, они не понимают, что можно есть, да, хотя вегетарианская пища очень разнообразная по своей природе, но люди еще не могут отойти от стереотипов, вот, и еще не могут перейти, да. Да, многие думают, что просто картошка и макароны, да, картошка и макароны, да, и все, типа, а на самом деле огромное количество, я знаю несколько десятков тысяч блюд. Вот вы, да, шеф-повар ресторана, много лет в этом бизнесе, скажите, пожалуйста, все-таки, насколько разнообразен тот ассортимент, который вы предлагаете, это каждый день что-то новенькое, или? Ну, ассортимент безграничный, естественно, как любое, да, там, предприятие общественного питания, мы не можем каждый день готовить там все, да, какая должна быть все-таки некая индейственная стандартизация, вот, поэтому мы готовим какие-то некие хиты, то, что люди едят постоянно, и плюс к всему каждый день какое-то там одно-два-три блюда новых постоянно вводим. Ну, я была в этом кафе, могу сказать, что блюд 10-15 есть на выбор всегда. Ну, да, 10-15, это только вот если брать, только супы горячие, еще салаты, сладости, напитки, вот, и мы стараемся использовать все-таки продукты его хорошего качества, вот, и из них, ну, можно делать бесконечное количество разных блюд. Ну, просто вот перечислите, например, те блюда горячие и супы, которые вы готовы. Ну, у нас обычно, скажем так, 3-4 супа у нас обязательно есть в день, это обязательно какой-нибудь суп зернобобовый, скорее всего, это дал индийский, это мелкий желтый горошек, мунгдал, который 99% усваивается организмом, да, это значит, он усвоился, у него никаких эффектов побочных нету, усваивается быстро, хорошо, считается диетическое питание такое. Обязательно какой-нибудь овощной суп. Сейчас, так как лето, обязательно мы делаем один-два, может быть, холодных супов, там, на основе свежих овощей, там, какие-нибудь там... Вот окрошку вы делаете без яиц? Без яиц делаем, да, кладем туда адыгейский сыр, добавляем немножко черной соли, и на вкус вы, в принципе, бывают люди, приходят, едят так, а потом там 2-3 дня ходят, а потом говорят, а что это у вас, что это у вас пост-то постоянно каждый день? Говорят, да у нас вегетарианское кафе, ой, да, мы даже не заметили, да? Люди едят, в принципе, если хорошо приготовленная пища, она как бы, ну... Да, она как бы хорошо приготовлена пища, даже со специями, не без специй, неважно, да, типа, если она приготовлена с любовью, с душой как-то, вот, с пониманием дела, то люди вкус получают какой-то, они удовлетворены, вот, и поэтому многие приходят и едят с большим удовольствием, люди сольятся так же. Ну, вот из гарниров, из горячего... Гарниры мы используем, например, обязательно там гречку используем, да, потом басмати, рис высококачественный индийский используем, на котором большое количество содержания кальция, да, вот, например, опять же, где кальций получать, да, спрашивают, там, типа, так вот мы яички поели, там, еще рыбу поели, там, да, и кальций. Вот, кальций содержится в огромном количестве различных продуктов, в частности, например, рис, очень богат кальцием, чем, в чем отличие, рис скользкий, который склизкий такой, когда при варке выделяет много слизи, это рис, в котором большое содержание крахмала, а рис, который при варке остается рассыпчатый, значит, в нем больше кальция, поэтому, чем рис дороже, тем в нем больше, как бы, кальция, как раз он считается. То есть, есть смысл в цене. Да, есть смысл в цене, почему-то, откуда эта цена берется именно, крахмал, кальций, крахмал можно получить откуда угодно. Картошечка какая-нибудь у вас есть. Картошечку используем запеченную, стараемся использовать продукты, такие более, как бы, приготовленные в легком способе, например, мы запекаем в основном все, стараемся запекать, вот, отвариваем сырые, кое-что используем там. Ну, что удивительно, даже, представляете, как-то я взяла селедку под шубой, казалось бы, в обычном варианте, но селедки там никакой не было. Вот расскажите, чем вы заменяете это популярное в России блюдо? У меня есть такое, мое, собственно, ноу-хау, да, потому что селедка под шубой такой, это у нас, как бы, хит сезона, что называется, круглый год, да, люди едят очень, любят селедку под шубой. Я вместо селедки использую, беру две, два вида морской капусты, нори, сухой обыкновенной, и векаме, которую кипятком зашпариваешь, у нее такой ярко выраженный рыбный вкус. Смешиваю пополам, добавляю немножко морской соли, делаю такую, как бы, такую пасту, получается, да, она такая зеленая. Вот, по вкусу сложно отличить от рыбы вообще, в принципе, если, конечно, особенно в каком-то продукте, если внутри находится. А майонез чем вы заменяете? Майонез, мы используем соевый майонез, у нас есть два хороших поставщика майонеза, которые используют действительно качественный майонез. А что вы думаете по поводу сои? Вы знаете, соя продукт такой немножко спорный, да, вопрос в том, как ее обрабатываете, да, в принципе, соя, скажем так, из зернобобовых соя, я бы назвал, скажем, даже самым тяжелым продуктом, да, потому что он, в нем такое количество белка, потому что белок, он тоже бывает разный, есть легко усваиваемый, тяжело усваиваемый, вот, поэтому соя как раз является белком тяжело усваиваемого. Для людей, как раз очень часто, которые переходят с мясной пищи на растительную, иногда очень часто этот соевый всевозможный продукт, они могут сильно очень помочь перейти на другое питание. Я еще хотела вас спросить по поводу яиц, все-таки, казалось бы, ну, мясо, может быть, человеку понятно, и рыба понятно, и птица понятно, но яйца непонятно. Вот несколько аргументов в силу того, что все-таки это также живой организм, пусть и не рождение. Ну, во-первых, это, в принципе, конечно, яйцеклетка, надо понимать, все-таки, да, это там зародыш какого-то некого существа, там, птички какой-то некие, да. Вот, естественно, и бытует такое мнение о том, что, да, мы сейчас там, там, что-то их там, их чем-то облучают, там, как-то там, или что-то с ними делают, оно вроде как бы уже становится уже и не зародыш, а уже как бы пустое яйцо просто, вот. Но это само по себе, конечно, неблагоприятно, так как это строительный материал для другого, для жизни другого живого существа, и считается очень неблагоприятным. Также я могу сказать, что яичный холестерин, сейчас вам любой доктор скажет, любой вообще диетолог о том скажет, что тяжелее, чем яйца, продуктов фактически нету, потому что это очень тяжелый холестерин, белок очень тяжелый, вот этот внутри желток тяжелый, и поэтому очень часто, когда люди переходят в какое-то диетическое питание, одно из первых, от чего нужно отказываться, это от яиц как раз. Кстати, вот очень у многих проблема с холестерином, это вот яички. Это вот яички, в основном, как бы это яйца как раз, да. Очень интересно, а вот что вы думаете по поводу поста, какой эффект, ну, цель нам понятна, так или иначе, вот какой эффект, что происходит с телом, с нашим организмом, вот в период длительного, например, 40-дневного поста? Ну, пост вообще, конечно, это очень такая уникальная идея по своей природе, у постов есть несколько основных концепций, первая концепция основная, конечно, это духовная, да, когда очень часто во многих религиозных конфессиях есть определенное время, очень часто оно, это время связано с местом проживания, да, самой религии, в котором присутствует этот пост. Вот, а есть, как бы, чисто для здоровья. Что делает пост, например, да, если мы говорим там о духовном, то это очень часто связано, люди постятся, совершают какие-то аскетические действия, медитируют на какие-то духовные процессы, да, и таким образом их духовная субстанция внутренняя какая-то развивается. А именно с телом? А с телом второй аспект, например. Когда организм кушает, кушает много, часто разной пищи, в разное время, и организм зашлаковывается, да, плюс у него нарушаются доши, да, мы знаем, что... Из-за юридической медицины доши, это когда ваш организм состоит из трех различных качеств природы, да, и одна из дош, например, выходит из-за равновесия ввиду того, что человек какое-то время неправильно питался. Для того, чтобы доши стали опять в свой баланс, да, как вот ваше телевидение, да, вот, для этого нужно совершить какое-то определенное действие. Это первое действие, это медикаментозное, да, это пить различные лекарства, да, которые помогут организму восстановиться. Вот, это самая тяжелая история. Самая легкая история – это пост. Когда человек постится, организм начинает сжигать всевозможные шлаки, выкидывать из организма все, что ему не нужно, и начинает самонастраиваться. Вот, и если пост осознанный, да, потому что пост на самом деле должен быть осознанный. Есть там очень благоприятные посты по лунному календарю, по... во времена года всевозможные, да, а сейчас в интернете огромное количество информации. Вот, и таким образом, когда человек совершает пост, он организм каким-то образом настраивает в свое такое здоровое состояние. То есть даже древние, в силу того, что они питались животной пищей, но, тем не менее, очень много времени в году, я не побоюсь, это почти 40% времени. Да, я думаю, я бы сказал даже 60%. Да, возможно. То есть люди реально себя, животную пищу не употребляли. Ну, во-первых, я скажу так, что люди как бы древние, как мы их не называли, они тоже были там древние, это не значит, как бы неразумные. Да, мы знаем о том, что очень много древних цивилизаций очень разумны и оставили очень огромные следы культурного и духовного наследия на планете, да, тем самым показывая свою культурную, интеллектуальную и духовную продвинутую, скажем так, да. Вот, и люди, которые стремились к духовному, они вообще пищу мяса не употребляли. Там, мы знаем, там и буддисты, и христиане, да, потому что закон «Не убив христианцев» все-таки один из самых важных, да. Вот, и монахи до сих пор во всех монастырях, в русских православных, в католических, а монахи, которые живут в храмах, они стараются все-таки употреблять в пищу, растительную, да, растительную пищу употреблять. Вот, и мясо едят очень редко, а если мы берем внимание, если мы возьмем, например, христианские посты в течение года, то там оказывается, на самом деле, что пост там 160 с лишним дней идет, да, такие большие, да, там два поста, и еще практически две трети оставшееся времени, зачем маленькие посты всякие разные. Ну, условно говоря, подводя тему, резюмируя вот этот исторический аспект того, что многие люди все время, всю жизнь, сколько нам известно, ели мясо и гонялись за мамонтом, все-таки нужно разобраться в той информации, к которой вы апеллируете ту часть истории, ту, как бы, часть, на которую вы ссылаетесь и каким-то образом приводите ее как аргумент. Все-таки будьте разумными и делайте какие-то разумные выводы. Вот, обращусь к вашему жизненному опыту, у вас несколько детей, семья, подскажите, как вы справлялись, возможно, если была такая проблема, когда маленькие дети, рожденные в семье вегетарианцев, ну, допустим, сталкиваемся с проблемой дедушек и бабушек, которые все-таки до сих пор по-прежнему питаются котлетками. Вот как быть? Избегать общения не получается. Ну, вы знаете, у меня как бы так случилось так, что у нас, как у многих, хотя сейчас сложные ситуации в семье, у нас получилось и с одной стороны бабушки и дедушки, и с другой стороны, да, типа. Моя мама, она более адекватно восприняла всю эту идею, да, и, как бы, понимая наше серьезное намерение, да, в отношении вегетарианства, она не старалась кормить внуков своих, да, детей, как какой-то пи-пищи, да, причем она сама достаточно быстро к этому времени перешла уже на вегетарианство. А если тяжелая форма, вот... А есть тяжелая форма, например, да, например, родители жены, они очень в тяжелой форме все воспринимали и пытались, но мы как-то сначала мы ограничивали общение каким-то образом, да, потом общение как-то старались под присмотром, потому что они жестко очень к этому относились, как бы до сих пор относятся, да. Вот, очень часто в разных семьях моих знакомых, но родители... Знаете, сейчас немножко попроще все стало, потому что раньше все-таки было потяжелее, как бы, да, сейчас уже люди все-таки понимают. Идея вегетарианства уже серьезная вошла, как бы, на наш, в наш жизненный какой-то опыт, вот, но бывают, конечно, сложности, постараются с родителями своими уже... Если раньше вегетарианцы, это были какие-то, знаете, я сам по себе помню, я когда первое время начинал, я был такой немножко... Фанатичный, да, такой фанатичный, как бы сказал, что все там, да, сейчас я понимаю, что все имеют право на существование, все имеют право на свой взгляд, и есть мясо, и быть вегетарианцами, вот, поэтому я стараюсь сейчас как-то общаться более разумно, да, и мои знакомые, которые сейчас вегетарианцы, со своими родственниками тоже стараются более разумно общаться, вот, и когда нету конфликта, обычно очень часто люди стараются идти друг другу как-то навстречу. Дмитрий, вот такая еще ситуация, чуть более сложная, чем с бабушками и с дедушками. Например, возьмем супругов. И кто-то из супругов вегетарианец, кто-то нет. Обычно женщина, например, вегетарианец, а мужчина нет. Как вы думаете, как вы считаете правильно, возможно ли с любовью, смиренно продолжать готовить супругу мясную пищу? Вы знаете, это, конечно, один из самых сложных вопросов, потому что, действительно, вы живете, у вас такие внутренние какие-то уже сложились впечатления. На самом деле, я скажу так, что сейчас в современном мире я больше вижу как раз ситуацию наоборот, когда мужчины становятся быстрее вегетарианцами, а женщины как раз... Ну, я имела в виду, кто готовит больше. Да, кто-то, да, неважно, да, скажем так, да. Мы берем в то, что кто-то вдруг из членов семьи становится вегетарианцем, а другие нет, да. Часто это, конечно, бывает очень такая почва для конфликтов, да, потому что один пытается доказать свою точку зрения, другой... Два повара на кухне. Два повара на кухне, да, очень сразу сложно становится. Вот, но как-то надо все-таки с этим разбираться, потому что все-таки, конечно, надо понимать и уважать какие-то желания другого члена семьи. И это, конечно, бесспорно, очень сильно сложно. Здесь какого-то совета нет, старайтесь просто как-то уважать. Но вот сложно, да, для меня, например, было бы сложно сейчас приготовить мясо. Мне кажется, знаете, в чем сложность? В том, что когда мы готовим пищу, мы ее с любовью уже должны готовить. Если пища приготовлена не с любовью, она несет в себе вот заряд... А не болезни, болезни, заряд негативных эмоций, конечно же, да. Конечно, если человек вегетарианец, ему приходится как-то с любовью пытаться приготовить курочку бедненькую, то... Это, конечно, сложно уже, да. Это один из самых сложных вопросов, конечно. Вот, но старайтесь тогда вашу вторую половину как-то так кормить, больше отнестись со вниманием, больше удовлетворить, чтобы... И старайтесь поиспользовать специи, например. Специи можно использовать разные там, да, морскую капусту вместо селедки. Вот, если человек умеет готовить, на самом деле, по большому счету, опять же, почему, например, часто возникает вопрос. Начинают кормить пищей, которая не приносит человеку удовлетворения внутренне, не хватает вкуса. Потом, опять же, например, да, если женщина муж готовит, там, если она вегетарианка, она будет мужу готовить с любовью какую-то любую еду, по большому счету, вот, и будет так к нему относиться более внимательно. Я уверяю, что он, скорее всего, это оценит, да, или она это оценит, да. Вот, здесь самое главное, чтобы не было конфликтов, потому что конфликтов нужно избегать вообще в любой ситуации, особенно в семейной жизни. Они у нас порой самые конфликты, самые глубокие это бывают в семейной жизни. Мы очень тонко знаем друг друга, мы очень знаем тонкие все самые-самые тайные моменты, вот, и поэтому... Поэтому здесь, конечно, в семье надо очень балансировать и пытаться избегать конфликтов в любом случае. Баланс. Баланс и все равно, опять же, только баланс. Спасибо, Дмитрий. У нас в гостях был шеф-повар вегетарианского кафе Сатва Дмитрий Иванов и ваша ведущая Анна Лиференко. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»